Начинаем нашу конференцию. Я в 9-м конференциях, на 2-м этаже. Девя, я на 2-м, мы с товарищем подходит. Не разберемся. Конференция называется «Экобезопасность», «Экобезопасность», «Экобезопасность». Следующим образом мы проводим мероприятия. Как раз вы выступающему 25 минут, в процессе обеда у вас будет спасать его. Обед с полчаса до пол третьего. Перед началом я хотел бы дать слово на помощь вашему участнику буквально 2-3 минуты. Здравствуйте, желаю вам счастья. Поскольку мы все собрались из разных городов, допустим, из Полтавы, все на разном настроении, на разных эмоциях, я хотел бы провести такое небольшое настроение. Буквально одну минуту. Представьте свое самое лучшее воспоминание, ощущение, эмоцию, связанное с каким-либо событием в нашей жизни. Вот. Полностью погрузитесь в него, можете закрыть глаза, желательно сесть ровно. Вот так вот, потянемся к солнцу, все крови свободы. Вот. И чтобы у нас все хорошо прошло. Расслабимся, выходит в дом. И пожелаем всем друг другу счастья. Нам счастья, всем в этом здании присутствующих счастья, на нашей стране счастья, на всей планете счастья. Чтобы такие проекты, которые сегодня будут оправдываться, обсуждаться, внесли пассивный вклад в развитие нашего будущего, будущего наших людей и их богов. Вот. Таким образом, я выплакаю в среднем глаза и вслух. Не меня не узнал. Я прошу прощения. Саня? Я прошу прощения. Саня? Я прошу прощения. Очень неудобно говорить. Можно я перезвоню дальше. Да. Ученые открыли, что вода имеет способ структурироваться, впитывать в себя информацию, и какие мозг, какая информация идёт из нас, такие свойства, вода и приобретает. Таким образом, это будет выглядеть на протал. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Не стесняйтесь. Мы желаем всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И я желаю всем счастья. Но он тут подходит на стройке. Так. А теперь даю слово первому участнику. Александр с проектом Пьёте, который работает на телевидении и разрешения. Доброе утро, господа присутствующие. Меня слышно? Можно без микрофона? Слышно. Если долго будете говорить, то можно. Доброе утро. Еще раз. Приятно приветствовать вас в этом стадии. Спасибо организаторам. Приятно видеть, что есть люди, которые волнуют вопросы экологии в целом. Вопросы не объективности и частности. Меня зовут Александр Рудник. Эти вопросы меня тоже немножко волнуют. Поэтому тема моего доклада перед вами – это альтернативный двигатель. Почему альтернативный? Потому что в нашу современность, в 21 век, когда произошел бум индустриализации, наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания, которые работают над традиционными видами топлива. Эти двигатели, сжигая вневодородное топливо, не для кого не секрет выбрасывают в атмосферу вредные и токсичные вещества, которые разрушают атмосферу и здоровье человека. По иронии судьбы, наибольший вред автомобилей с традиционными двигателями наносят в населенных и пустонаселенных городах, потому что там пользователи этих автомобилей не обитают. С другой стороны, конструкторы, инженеры сейчас все больше задумываются и направляют свое внимание на разработку альтернативных или двигателей, или источников питания. Что это может дать? С одной стороны, конструкции альтернативных двигателей зачастую бывают дешевле в производстве традиционных двигателей, а вторая сторона – это то, что КПД, некоторых альтернативных двигателей, выше и гораздо выше традиционных. На первом слайде можем видеть несколько схем альтернативных двигателей, только приведены несколько. Это, конечно же, не все, которые известны, которые существуют. Можем с ними познакомиться чуть более детально. Это инерционный двигатель. Суть его в том, что от внешнего источника на автомобиле установлен большой маковик, тяжелый. От внешнего источника он получает энергию, раскручивается и довольно продолжительное время может сохранять энергию вращаясь. Отбирая мощность от этого маковика, можно приводить в движение транспортное средство. Плюсами такой схемы, несомненно, есть бесшумность работы, плавность хода и некоторый запас хода. К минусам можно отнести то, что этот запас все-таки меньше, чем хотелось бы. И второй минус – это то, что время от времени маковик нужно раскручивать. Вторая схема – это гибридная силовая установка. Пионерами в этой отрасли были компания Toyota и всем небезосредственная модель Prius. То есть на базе устанавливается обычный двигатель внутреннего сгорания и электрический двигатель с редуктором. В чем суть этой схемы? В том, что если нужна более высокая мощность, тронуться с места, там, со светофора, подняться на крутую горку, приобрести ускорение быстро, тогда используется, в работу идет двигатель внутреннего сгорания. Если мы едем, скажем, вот раз и киев-хайфов, и мощности для движения автомобиля нужно не очень много, тогда включается в работу электрический двигатель, который получает энергию от аккумуляторов, а энергия в аккумуляторы обратно возвращается методом рекуперации энергии во время торможения. И, ну, мы знаем, эта схема очень успешно внедрена. А можно вопрос? А в схеме электрогенератора есть он там? Это довольно примитивная схема, просто показать, чтобы показать. Мы не на этом садимся. Просто мы знаем, что есть гибридные силовые установки, и это как выход замены традиционного двигателя в той или иной степени. А солнечная батарея – тоже довольно перспективное и интересное направление. Электронный двигатель собирается на электрических катодах, где могут поступать в двигатель и приводят его в движение. КПД эффективно полезного действия электрического двигателя в современных двигателях – 95%, что, насомненно, больше, чем у бензинового двигателя. КПД всего лишь 20%, 80% энергии выходит в выхлопную трубу в виде нагрева атмосферы. Двигатель внешнего сгорания – стирлинга. Интересен тем, что в движение он приводится от внешнего источника подвода тепла. То есть это может быть горение дров, углей. А мы знаем, что сгорание всех дров в предоставочном количестве кислорода в атмосфере не образует моноксиды. То есть продукты догорают полностью и не являются токсичными. В интернете есть ролик, когда двигатель стирлинга приводится в движение теплотой. Ну и есть двигатель, который… Это поршневой двигатель, который работает. Он приводится в движение сжатым воздухом, как говорите, на закачанном баллоне. И пока давление в баллоне падает, двигатель приводится в движение, можно ехать. Такой двигатель, ему нужны периодические заправки воздуха в баллоне. Я хочу вам предложить схему тоже альтернативного двигателя, который есть доработкой воздушного двигателя. То есть при следующей схеме двигателя нет необходимости возить с собой на борту автомобиля баллон и заряжать его. То есть воздух будет, сказать, вырабатываться неправильно. Рабочие параметры воздуха будут создаваться прямо на боку автомобиля. Давайте рассмотрим с вами вместе принципиальную схему такого оборудования и двигателя. На входе мы имеем воздушный фильтр. Конечно же, воздух для двигателя нам нужен чистый. И вкусная система и ее каналы скажут нам за это большое спасибо. Нам там не нужна ни пыль, ни примесь. Следующим к цепи идет обязательно осушитель воздуха. Поскольку в реагенном модуле воздух будет очень сильно охлаждаться, влага из воздуха может образовать обледенение и намерзание в канал. И нам это не нужно. Обязательно нужно осушитель воздуха. Следующим в цепи идет компрессор, который сжимает воздух. Это может быть обычный механический компрессор. Который сжимает воздух до определенного нужного давления уже сухой год. Конечно, в процессе сжатия он нагревается. Поэтому мы ставим теплоотменник. Отдаем лишнюю теплоту в атмосферу. Она нам не нужна. После этого сухой, сжатый, охлажденный воздух поступает в реагенный модуль двигателя. Подробнее о реагенном модуле можем посмотреть на ЧПЖ7. На следующий. Потом вернемся обратно к этому. Я расскажу про шпрупы цилиндра. Оооо. Семь. Тоже у нас что-то увеличить. Реагенный модуль является собой радиатор, заполненный жидким азотом, который имеет температуру минус 195 градусов по Цельсию, который заливается через головину. Радиатор подключен в герметичную коробочку, если можно так сказать, с двойной стенкой с откачанным воздухом. Соответственно, эффект дермоса и тепло атмосферы и подкапотного пространства влияет на температуру азота. Воздух поступает через вот это отверстие. Находясь в реагенном модуле, проходя через все соты радиатора, воздух сухой охлаждается. И дальше через форсунку в нужный момент впрыскивается в цилиндр. Как такового цилиндра в привычном понимании в этом двигателе нет. Есть два цилиндра, которые образуют собой одну группу рабочих цилиндров. Если можно вернуться на предыдущий слайд. Имеем двух цилиндров из двух цилиндров. Это вспомогательный маленький и рабочий большой. Оба этих поршня находятся на одной шатунной шейке коленчатого вала, но в отличие от V-образного... Нажимай. Теперь можно двигать. Теперь можно двигать. Дополнительный маленький вспомогательный цилиндр и поршень и большой рабочий. Они оба находятся на одной шатунной шейке коленчатого вала, но в отличие от V-образного привычного нам двигателя, у которого поршни двигаются со смещением по фазе. Здесь смещения нет. Они двигаются абсолютно синхронно в одной фазе. Каждый из цилиндров имеет два такта, но работают они в паре, и общая группа цилиндров считается 4-тактным. То есть, что происходит с цилиндрами? Когда они в оба опускаются вниз, вспомогательный цилиндр набирается воздух из атмосферы. Здесь проходят рабочие поршни. Когда от нижней мёртвой точки к верхней идут поршни, здесь идёт выпуск отработавшего воздуха, того же воздуха, который мы взяли на уже выполнившую работу, а здесь идёт сжимание воздуха и нагревание его до 1000 кельвинов. Когда поршни находятся в верхней мёртвой точке, в рабочий цилиндр идёт впрыск воздуха под давлением с температурой минус 195 градусов, здесь воздух 1000 кельвинов. Открывается перепускной клапан, и воздух горячий переходит в рабочий цилиндр. Клапан закрывается, и многократное, десятки раз расширение воздуха из-за его нагрева, от курс физики, охлаждённые тела жимаются, нагретые расширяются. Для воздуха это наибольшей мере проявлено, потому что очень низкая плотность. И таким образом, расширяясь, воздух выполняет работу на рабочем цилиндре. И потом всё проходит по кругу в своём цилиндре. Следующий такой. А двигатель всего двухцилиндровый, или в перспективе он тоже может быть рядный, то есть не много цилиндров? Он может быть и как рядный, так и выображен. Принципиально то, что группы цилиндров должны быть различны по два. В данном случае это рядный цилиндр, ой, рядный двигатель, рядное расположение. По большому счёту двух цилиндров. Так, что здесь видно? Ага, каким образом работать? Лучше, лучше открыть. Первый? Пятый. 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 Да. Вот коллегенный модуль, сюда впрыскивается. Вкусной клапан, куда набирается воду, вспомогательный инцидент, который сжимается и нагревается. В этом двигателе есть насос охлаждения, потому что, есть рубашка охлаждения, потому что всё-таки нагревается, нужно двигатель охлаждать. Есть обычная, ничего там такого сверхъестественного, система смазки двигателя. Также можем посмотреть и подпродольный разрез этого двигателя. Продольный, это... Видим, коренные шейки, конечно, валы шатунные. На шатунной по два шатуна, по два упорщина, то, о чём мы уже говорили. Запускается двигатель от аккумулятора привычной системы, но у него нет привычного стартера. Стартером служит маховик, у которого есть сердечники по кругу и соленой. Подводя электричество от аккумулятора, маховик выполняет роль стартера. После того, как двигатель запустился, электричество можно отключить и маховик работает в своём привычном режиме, схлаживая моменты и силы инерции на шейках коленчатого балла. После шестого. После шестого. После шестого. Сейчас я хочу вам показать диаграммы процессов. Это моя дипломная работа в институте. Проводилась серьёзная работа с маткадом, которую я здесь не привожу. Только результат вам покажу. Это диаграмма процесса сжатия во вспомогательном цилиндре. На осях имеем давление и имеем ход поршня от длинной мёртвой точки к нижней мёртвой точке в 2 мм. То есть, померя движение поршня, видим, как ведёт себя давление. Диаграмма процесса расширения в рабочем цилиндре во время контакта рабочего входа. Давление возрастает из-за смешения горячего и холодного воздуха, расширения объёмов в закрытом пространстве, даёт нам очень высокое давление. И оно падает с движением поршня вниз. Что интересно, работа получается подниманием одной диаграммы гастеров, наложением их и площадь. Площадь под диаграммой – это работа, которая затрачивается на сжатии. Здесь получается работа в процессе расширения. Если их отнять, то получаем некую заштрихованную площадь, которая нам даёт полезную работу. То есть, здесь происходит больше работы, чем потребляет. и таким образом имеет право нажить. По экологии, что можно сказать? Здесь, на этом слайде, приведены диаграммы по выбросам. Нет определённых нескольких разных видов топлива. Если опустить ниже, то мы увидим полукарактер штрихований. Это бензин. Это сжиженный природный газ пропан-кутан. Вставленный газ – это металл и дизельный топлив. Вот здесь должна быть колонка сжатого воздуха. Таким образом, по показателям C, O, H, O моноксидов. По содержанию отработанных газа моноксидов, CO, CH, азотистых соединений, сажи выбрасываемых дизелем. Чёрный дым из трубы дизеля – это не что иное, как частички сажи. Это твёртые частички. Лучше их, конечно, не отдыхать. По летнему зимнему смогу видим. По образованию кислоты с кислотных остатков. И по выделению газов, которые приводят к парниковому эффекту. На всех диаграммах предложенная схема альтернативного двигателя не оказывает влияния на окружающую среду. Потому что, по сути, выхлопом есть воздух, который мы взяли. Температура воздуха из выхлопной трубы – порядка 23 градусов Цельсия. Может, у вас есть вопросы? Конечно. Больше можно? Можно. Вы считали энергетический баланс, да? Есть определённый КПДА на компрессоре? Конечно. Есть определённый КПДА на коленвале? Да. Вы считали, что КПДА получается у автомобиля? Я считал киловаттами. Мощность двигателя. То есть, мощность у двигателя – порядка 15 киловатт. Это мощность двигателя, который вы получаете, что передвигался автомобиль? Нет. Это вся получаемая мощность. Отбираемая мощность на привод компрессора, на механическое трение – порядка 8 киловатт. Итого остаётся 7 киловатт полезной мощности. То есть, вы хотите сказать, что у вас КПД 50%? Ну, слава. Можно с этого вопроса посчитать? Потому что у меня не стояла задача. Это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос. Где-то вам начинать надо. Это дипломная работа, перед дипломом не стояла задача. Сейчас нужно открыть расчёты. Тогда цель дипломной работы – посмотреть, как влияет на экологию. Согласен с вами, но здесь это не очень принципиально, потому что двигатель работает на воздухе. То есть, если бы мы затрачивали ресурсы, такие как топливо, тогда да. А компрессор не топлива? Вы всё равно должны брать определённые метки для работы. Энергия для работы компрессора отбирается с количеством баллов. Правильно. Но вы должны получить жидкий азот. То есть, вы засранили теломану. Запустить двигатель надо. Ну, в смысле, там нужно запустить. Аккумулятор? А? Вот, аккумулятор запускаем. Может быть, если… А то есть там ещё электродветер есть, да? Нет. Не-не-не-не. А? Старки в дальнейшем. Я для этого, в принципе, электродветер. Немножко конкретизирую вопрос. Мне кажется, хотя бы задать вопрос. Азот, жидкий, при получении… Ну, основным топливом является жидкий азот, который теоретически во время… Ну, во время работы он будет разогреваться. Я просто не знаю… Охлаждать, охлаждать ему будет. И потом… Ну, и для работы последующей надо будет его охлаждать. Каким образом вы предлагаете именно охлаждать жидкий азот? То есть, а стояло в вашей ситуации? Его не нужно охлаждать. Его надо приобретать. Если… Ну… Если открыть опять… Он просто приобретается и заливается постоянно. А сколько его нужно везу? Да, и крем был. Крем был. Это… Третий, четвертый. Второй четвертый. Так. Нет, это… 63,7,8. Ну, а сколько стоит жидкий азот? Сколько? Сколько? Он копейки стоит. Это… Ну, как копейки. Побожий продукт производства промышленной химии. Не-не-не-не. Раз он стоит деньги, а он стоит… Он просто стоит дешевле. Да, конечно. Жидкий азот не стоит денег. Он стоит много денег. Но это было бы похоже темы. Не-не-не. Жидкий азот стоит денег. То есть, стоит много. Если делать что-то полупромышленное, его надо очень много. Стоимость его будет возрастать и так далее. Это все десятый вопрос. Это определять спрос. Ну, да. Это определять спрос. Согласен. Как только начнете делать, сразу жидкий азот возрастет. Вопрос другого. Эффективности. Смотрите. Вы применяете старый коленвал. Я правильно говорю? Раз у вас двух, четырех. Да, конечно. КПД коленвала 30%. То есть, вы применяете пока старую систему. То есть, вы 70% уже потеряли. Потому что вы применяете старую систему. Вы пытаетесь улучшить то, что имеет заранее маленький КПД. Старый коленвал. Маленький КПД. Я не пытаюсь поменять экологию. Я пытаюсь поменять коленвал. Можно улучшить систему. Начало хорошее. Опять же. Если поднять тонны расчетов. Которые, возможно, вам будут интересны. Не знаю, как насчет всем. И разбираться в этом. То там видно, что работа положительная производится. И достаточно энергии разбирать для компрессора. А чем-то коленвал можно заменить? Что? Коленвал чем-то. Можно заменить? Сейчас, секундочку. Маленький вопрос. У вас двигатель сделан или не сделан, я не помню. А где сделаны петеларики? Отвечая на ваш вопрос по азоту. Здесь есть клапан. Конечно, воздух поступает. Теплый. Относительно азота. Это даже горячий воздух поступает в криокамеру. И разогревает азот. Но ему разогреваться, во-первых, не дает сжатое пространство. Он постоянно в сжиженном состоянии. Он не переходит в газообразное состояние. Но, конечно, он нагревается и немножко расширяется. И он выпускается через клапан. Этот криомодуль нужно периодически заправлять. Да, азотом его нужно заправлять. И еще такой момент. Вы там говорили, что поступает в цилиндр воздух тысячи кельвинов. Это... Нет, не поступает. Это в результате сжатия вспомогательного цилиндра. Он раскоряется. Понял. Просто там было сказано, что поступает в атмосферный... Да, да. Из вспомогательного цилиндра воздух уже сжат и разогревает тысячи кельвинов. Через перепускный клапан он поступает в рабочий цилиндр. Ну а можно заменить так, чтобы, например, сразу жидкий азот поисковался вместо этого охлажденного воздуха. То есть фактически компенсор отпадает. У вас оксиды азота будут такие? А? Вам не разрешат. У вас оксиды азота страшные. У вас выбросы будут. Экология. Вы нарушаете экологию. Это раз. Оксиды азота у вас сразу пойдут вверх. Это запрещено. Это раз. Два. Это система выпуска азота. И можно получить электроудором. Куда? Просто на почту. В цилиндре нам нужны газообразные продукты. Да. А чем вы предлагали заменить коленгал? Опять же вот этот лопастной. Это немножко позже. Хорошо? Нет, просто сейчас. Вернемся. Дело в том, что я буду рассказывать. И два слова скажу. Спасибо большое. Очень хорошо. Интересно. Ну, если вопросов нету, то мы можем перегонить. В следующий случай. Спасибо за внимание. Спасибо.